А этот самый работает? А как это? Да, вот. Значит, скажи, пожалуйста, когда ты начал заниматься спортом? Еще в утробе мамы. Нет, ну серьезно, давай. Меня касается фехтования. А что, а ты когда начал? Да, вот я так точно с коляской после роддома сразу приехала в подвал. Ты вначале на коньках каталась. Давай не про меня, про тебя. А я на фехтование пришелся в седьмом классе. Идет. Фехтованием начал заниматься в седьмом классе. Как звали твоего тренера? Григорий Яковлевич Элькис. Как? Григорий Яковлевич Элькис. Где находился твой зал? Там, где сейчас Михайловский замок, вот в этом домике. Да, понятно. Ну а теперь расскажи, где это? Да, это называлось... Подвинься сюда ближе. Как называется? Трапезная. Трапезная Михайловского замка, которая после революции сделалась... После войны сделали из нее спортзал маленький. Скажи мне, пожалуйста, а почему именно фехтование? Как ты попал на фехтование? Совершенно случайно. Подвинься ко мне ближе. Совершенно случайно. У нас в гостях был Эммануил, я забыл. Григорий Эммануилович, я забыл. Люстин. Это Петин старшего брата-друга был. По университету. И когда он пришел к нам в гости, представилось, что я на столе, на столовом столе обыгрываю всех в теннис. Он сказал, что мне надо заниматься фехтованием. И меня завели сюда в зал. И мне сразу там понравилось. Ты помнишь своих... А была Рапира или... Там был... Нет. Там вначале мне дали карабин. Карабин? Да. Потому что я был тощий, худой. И Григорий Эмман сказал, что я очень выносливый должен быть. И дали мне такой карабин. Действительно, 4,5 кг веса. С мягким штыком. И я должен был хотя бы с ним немножко что-то по упражнению. Это было настоящий ружьем, что ли? Да. Боевой ружьем. Просто без отвора. Без отвора. Пап, а до фехтования ты чем-то занимался? Каким-то спортом? Нет. Не занимался ничем. Только во дворе с пацанами? С пацанами футбол играл. За класс играл в баскетбол и футбол. И в городке даже. А когда на Днепре лодку угнали? Это было до фехтования? Здравствуйте. Лодку угнали мы в десятом классе. А, то есть ты уже фехтовал в том времени, да? Понятно. Даже не хотели допустить экзамен. Скажи мне, пожалуйста, кого-то из ребят, с которыми ты начинал свои тренировки, вы общались, вы остались друзьями или растерялись? Нет. Ты что? Я долгие годы дружил с Наунцом, Олегом и его братом Вадимом. Вадим потом стал тренером в политехническом институте. А Олег, как инженер, он ушел и ушел и работал в гидромилет. Миллерадз. Был еще Юлий Эткин, который уехал в Новосибирск. Вот, стал архитектором и организовал там спортивный клуб «Виктория» в Новосибирске. А, я помню его. Мы встречались где-то. Нет, не его, а клуб «Виктория» помню. Он приезжал к нам. Вопрос такой. Соревнования. Вы участвовали в соревнованиях? Да, я участвовал в соревнованиях в детских. 54-й год, три столетия соединения Украины с Россией. Нам всем давали базы такие красивые, призовые. Мы тогда стали чемпионами Украины. Нам дали всем команды, вручили стекляшки. А когда я приехал домой, у меня две стекляшки поломались. Они упали с пол. Ты фехтовал до окончания школы? Да. Это было не «Динамо», не «Спартак». Это было что-то? Это была детская спортивная школа. Спортшкола? А до армии… Нет, нет, нет. До армии я уже был «Спартаковцем». Но так как я работал на заводе, а «Спартак» не имел ко мне никакого отношения. Мне не разрешали больше выезжать на соревнования. И я потихоньку начал забрасывать фехтование и стал шофером. И занимался все время у этого же тренера? Нет. Потом после вот этого… Речь идет о Киеве? Да. В Киеве. А какой следующий был тренер у тебя? Вот ты занимался… Лещев. У Семена Лещева занимался? А он занимался… Это он в «Спартаке» был? Нет. А где? Он был в армии. А, это… Это СКА уже был? Когда я приехал. Когда меня призвали в армию. Да. Призвали в армию. Потом вызвали на сбор какой-то сюда. В Киев вызвали на какой-то сбор. Там был Симонья Абрамович еще. Большая штучная, да. А как получается, что ты в армии служил в «Спортроте»? Так не направил… Ты был какой-то крутой спортсмен, если тебя в «Спортроту» отправили? Да, отправлялся кандидатом в «Мастера спорта» и перворазведником хорошим. Я был лучшим чемпионом города Киева. Нифига себе. А что ты мне об этом никогда не рассказывал? А я не знаю. А что об этом говорить, когда это было 300 лет, это среди детей? Понятно. Значит, давай так. Ты до армии, пока закончил школу, ты занимался вот своей вот этой вот… В ДСШ. В ДСШ. Потом ты пошел в армию, стал в СКА заниматься, да? В ДСШ там я… Там я сам был тренер, сам себе. А, сам себе режиссер. А потом, когда Генка Водовозов пришел в мою часть, у нас стало веселее. Понятно. А после армии, хорошо, в армии ты занимался, ты фехтовал, ты участвовал? Да, только участвовал в соревнованиях в первенстве Киевского военного округа, в первенстве города Харьковской области, в первенстве Киевской области. Самая первая твоя победа? Самые первые соревнования, которые ты выиграл? Первенство города Киев, когда мне дали первые штаны, такие… С красными лампасами? И книжку «Кобзан», такая красная. Это 54-й год, такая вот громадная книга «Кобзан». Самые большие соревнования, пик победы? Ну, только в округ, но вооруженка какая-то. А в Киеве вооруженка когда была, и все. Окей. Ты закончил армию? А подожди, я еще участвовал, еще где-то я участвовал. А где ты участвовал? Кубок Украины, участвовал в Одессе. Вот. А команду, с кем ты фехтовал в команде? С Марнюком фехтовал. Марнюк был со мной в команде. Был Шкреба такой мальчик в команде. А еще хороший турнир был в Тбилиси, первый раз, когда я туда попал. Тогда в команде был Дубовенко. Тарас Александрович, представляешь? Обалдеть. Мы такие малые были. Самое интересное, что Ильичев и Тарас потом меня заучили. Я у них тренировалась, это круто. Скажи мне, пожалуйста, а на чем ты фехтовал? Вот когда вот эти все это самое, это еще штык твой был? Нет. А что это было? Штык отменений давно уже. Ну, так а на чем ты фехтовал? Это что было? Сабля? Нет. В Тбилиси фехтовал на Рапиле. Так. А на Сабле где я фехтовал? А, на Кубке Украины фехтовал на Сабле. И на первенстве Украины среди школьников. Последний раз тоже в 55-м и в 54-м году. Я школу когда кончил в 54-м, значит в 54-м. Ну, я не знаю. На юношеских соревнованиях в Харькове занял четвертое место на Сабле. Окей. Давай по хронологии. Значит ты закончил армию, потом куда тебя делал? На завод. На завод. А какой завод? Авторемонтный. В чем? Колеса машинам прикручивал? А где он на Харькове? На Хронзе. На Хронзе. На Хронзе. Номер один. Аааа. Это который ГАЗ-51. Я понял. Ну, давай дальше. После завода. После армии, после завода. Мама пришла, меня туда забрала быстренько, чтобы я не выезжал на этих бракованных машинах. Стала электриком на швейной фабрике. А сегодня фабрика была на куда? Подожди, а Целина? Целина была во время войны. Какая во время войны? Ну, во время службы армии. А, так во время службы армии? Во время войны ты... Пришел Жуков, разогнал все соревнования. Нечего было делать. Я поехал на Целину. Понятно. Что-то очень все запутано. Я не знаю, кто здесь разберется. Это мы отдельно поговорим о Целине. Ну, на Целине он ездил на комбайне. Я не на комбайне, на машине зерно возил. Зерно возил. Интересно. Но это другое. Меня касается спорт и фехтование. Ты закончил... Подожди. 65. Это ты... Нет. Тебя забрали с завода. Потом что дальше было? С какого завода? Ну, мама твоя тебя забрала с завода. На швейную фабрику. На швейную фабрику. Я по математике. Из-за того, что я когда-то поругался с преподавателем. У меня был пробел в триконометрии. И меня не хотели... Я ничего не знал. Понятно. Значит, один был умный, а другой спортсмен из этой области. А кто еще... Подожди. Кто еще не знал триконометрии? Нет. Ну, вообще, как говорят. Было три сына. Два умные, а третий был спортсмен. Ну, вот. Значит, ты был из области спортсмена. Вот почему у вас по одному ребенку, да? Вот поэтому по одному ребенку. Все правильно. Так. Ты попал в институт физкультуры. Кто был твоим тренером? Никто. Ну, там же была кафедра фехтования. Кто-то же тебя тренировал. Старший преподаватель был. Тарас Александрович Дубовенко был. А, это он уже тогда в институте начал своего времени работать? Да. Окей. Кто еще там работал? Работал... Барабаба, как его фамилия? Купленский Борис Николаевич. Был такой замечательный. С кем ты, ладно, бог с ними, с кем ты учился вместе? Один. Ну, были еще фехтовальщики? Нет, в моей группе не было. А вообще, вот, как бы, круг фехтовальщиков, с кем ты общался, с кем ты дружил, с кем ты фехтовал? Я учил один, потому что заради меня она не захотела приезжать, а я до сих пор его не знаю. Она до сих пор меня помнит по тебе. Когда она услышала, что я, она мне сказала, я твоего папу учила, ты так учиться не будешь, как твой папа учился. Конечно, нет. Она не хотела, но не родился тоже. Нет, она сказала, что вместо папы моего училась моя мама, так вот, в отличие от моего папы, я буду учить сама французский, а не с мамой. Представляешь, на первом уроке мне заявляют, что, ага, родная, ты попалась. А ты не слух, кроме духа. Да. А откуда еще? Это неинтересно. Выключился. Блин, капец. Выгони. Отвали. Может он у нас самая? Элка, зачем нафиг она заменяет? Слушай, интересно. С кем ты фехтовал? Ты, когда учился в институте, ты еще сам выступал на соревнованиях? В институте физкультуры, когда я поступал, практически нет уже. А, нет, чего не поступал. Уже спортивная деятельность? Нет, 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 нет. У меня пошла... Нет, когда мне порвался этот ахилл? Ахилл порвался позже. Ахилл порвался, когда я фехтовала. Это просто на тренировке он порвался. А что во время института? Ну, в первенстве вузов только участвовал, да и все. То есть, не помнишь, ни команду свою не было, да? Нет, нет. То есть, как такой вот сборной какой-то, команды, с кем ты драл вместе. А против кого? Противников своих каких-то поймал, напомнишь? Самый главный мой противник был все евреи. Шапира, Альшинец. Подожди, так ты с ними фехтовал? Да. Или против них? Против. Они были... Они были спартаковцами, были динамовцами. Ага. А я был чисто ДС-6. Понятно. А потом, когда перешел... Так ты с Колчинским, например, ты с ним фехтовал? Именно с ним, да. И кто выиграл? Он. Вот зараза. А с Добавенко фехтовал, я выиграл. А еще с кем ты вот, например... С Ураловым, например. И кто выиграл? Опять я. Это было, когда был Кубок города, когда нас детей поставили, когда эти мастера большого класса тоже, Элькис, этот... Григорий Эммануэлович Льюстин, фехтовал Ковы... Это были мастера. А Колчинский и Уралов, это были малышня, это были дети, да? Мы все взрослые. А, они уже были взрослые. А мы были юношими. То есть они были взрослые, а ты был еще ребенок. Это вот в 14-16, когда нам было, вот нас запустили с ними драться. Вот тогда у нас был... А, мы тогда всех выигрывали. Просто они... То есть ты их сделал? Нет, я не делал. Наверное, поддавали скорее всего. Нет, будем считать, что ты их сделал, что они уже не умели. У меня такие победы были, как Дубовенко, Колчинский в моем послужном списке был. Вот тот же Льюстин был в моем послужном списке. И был вот этот преподаватель из института Макаяна. Я не помню, как его... Кондрашов, Кондрашов, да, Кондрашов. А вот как его звали, Володя, я не помню. Как его звали, Володя? Володя, наверное. Нет, ну имя отчества, я не помню его. Только не Кондрашов, а скорее всего, Картошов. Кальцево такое что-то было. Поднято. Он работал в институте в этом самом... Ну там где, ну, в легкой промышленности, да? Ну бог с ним, ладно. Нет, так интересно было, с ними было интересно сражаться. Мы выходили не таки настроены на них, а они на нас смотрели, как нахуй. А когда доходило до трех... Три-два в мою пользу, допустим, вот Дубовенко, три-два в мою пользу, он завтачился и начал меня избивать. Так я не подходил. Это надо видео снимать сейчас. Так я не перестал к нему подходить близко. А когда он на отходе, я взрывался и доставал его. Потому что он был старый, не мог ноги унести. Ну он был... Он считал, что я не сделаю такой попытки отхода отхода, и быстренько выстрелить тогда. А тогда было очень интересно... А, еще был такой фехтовальщик, Юра Дзюба, которого рисовали на картинках, и были такие открытки, он стрелу хорошо делал. Флеш и так вот. Вот. И мы все старались подражать ему. Он тоже был старше нас всего. Вот. И мы старались ему подражать. И вот это... Я помню, как сейчас Дубовенко отходил, отходил, отходил. Он только после этого немножко... Дернулся и пум-пум! Он не успел. Так, ладно. Это мы выяснимем. Это был эпизод такой маленький. Я так... Тоже запомнился, значит, светлый эпизод. Скажи мне, пожалуйста, ты закончил институт. Дальше. Все. Ну и дальше. Что ты делал дальше? Куда ты делал? Работал на трехторговых книжках. Не надо. Мне конца со спортом. Мне твое электричество не интересует. Ничего я не делаю. Как ты начал работать тренером? Почему ты начал работать? Почему детская спортшкола? У меня был очень хороший авторитет. И все знали, что я не пьющий. Все знали, что я очень хороший человек. Все знали, что я очень положительный человек. Это кто тебе сказал? Вот это вот все, что ты такой хороший. Это ты сам сказал? Нет. Во-первых, самое главное, что меня пригласил в детскую спортивную школу Лидия Дмитриевна. Жукова моя? Она работала в спортшколе? Да. Просто тренером? Просто тренером. Преподаватель. Ну, дальше. Все. И вы работали вместе? Ну, как работали вместе? Когда было у меня мало детей, мы были в одном зале. Потом, когда стало у меня много детей, она ушла в 166-ю школу. Тогда у нее был дед Ленка, большая ее компания. А дед Ленка потом пришел ко мне. А Лидмитриевна уже в возрасте? Сколько лет было, когда ты пришел работать? Ну, посчитай, я окончил институт в 65-м году. А как ты со мной вместе мог закончить институт? Как с тобой? Ты в 62-м родилась. Три года было, когда я закончил. А как ты мог закончить институт? Запросто. Да? А я где была? А ты бегала по двору. И тебя учил на велосипеде кататься еще. Ну, в три года еще меня не учили. А ты не помнишь, как ты перевернулась в коляске, которую я сам... Давай, не отвлекайся. Это неинтересно. Скажи, пожалуйста, пап, не отвлекайся. Скажи мне, пожалуйста, почему подвал? С чего он взялся? А который вообще появился? А как он появился? Сейчас расскажу. Это интересно. Я уже работал в этой школе, и там не было где... Это была ДСШ-5 или другая ДСШ? ДСШ-5. То есть ты сразу туда пришел? Да, сразу на работу. Вначале в этом подвале был склад. В одной половине склада, а второй половинку это нам дали. Вот этот, который ближе к дверям. Вот. А потом как-то появился в нашей школе, появился... Такой человек из Гранкин. Секретарь райкома партии. О. И он пришел просто в школу. Он дружил с нашим директором. А кто тогда... А, тогда была Фатима... Это была второй взятие. Фатима Гезатулаевна была директрисой. И они дружили, потому что она была членом правкома, не правкома, а... Ну, короче, ближе к подвалу. Вот. Он пришел, посмотрел, что в такой обстановке нельзя детей держать. И тем не менее, он отдал приказ, чтобы все помещения там первого подвального помещения подарил в школе. И тогда оттуда весь склад выбрался. Это называется не подарил, а город выделил в школе. Ну, не важно. Не город, а район. Ну, район. А почему-то в те годы... Там ребятня собиралась, писали в подъездах, играли на гитарах. Вот. И он отдал нам этот подвальчик. И на работе временных там... Ну, Житников работал в «Динамо» и подрабатывал у нас для США. А, вот он откуда взялся. Володя Житников, значит, я работал... А ты его побеждал? Ты с ним фехтовал? Нет. Он вообще в Киеве не участвовал никаких соревнований. Понятно. Он был влюблен в эту самую... Я вообще забыл такие фамилии. Москвичка. Ну, Бог с ним. Ладно. Ну, как она... Президент же всех фехтований там была. Чемпионка мира. Он с ней дружил долгие годы. Вот. И ездил... Каждый воскресенье он ездил туда. Ну, короче. Подвал. Подвал. И когда нам подарили это помещение, а на Чоково тихо стройки кругом, и каждый ребенок приходил на тренировку, приносил доску. Потом эти доски собрали, сделали пол. А потом пришел еще один тренер на работу. Пятибурец. И он где-то достал ведро краски. И мы замазали этот пол краской. Все. И получился у нас на стену. Ну, там была народная стройка. Понятно. Народная стройка. Мы воровали. А потом дворец Пионера строился. С него нам... Вот эти панели все со 20 Пионера пришли. Краску мы там наворовали. А он деньги на ремонт. Нет. Еще туалет был. Интересная история с туалетом. Туалет еще при мне. Каждый воскресенье, в понедельник его вытекал фонтаном. Да. За выходные там. Его же вообще не было. И ребята тренировались, тренировались, прыгали, бегали. А помочиться надо было. Так они уезжали туда в гаражу или сюда в подъезд. Или в садик. Так, ладно. Вот. Но не в этом дело. Самое интересное было с туалетом. Юра Борисович, Большаков такой был у меня напарник еще в этом подвале. И мы решили свадьбу прокрутить в подвале. А за вырученные деньги построили туалет. И никто об этом не знал, да? Никто не знал. А потом пришла бухгалтерия и взяла на учет поломанный унитаз и крат водопроводный. Скажи, пожалуйста, первый твой набор? Самый первый набор? Или выпуск, или набор как? Ты помнишь с первых своих учеников? Симонович с первого. Называй. Симонович. Симоновича по-русски. Дальше. Ты та же самая, как эта Танька, как ее фамилия. Я уже забыл, как ее фамилия. Таня, Таня, ну. Ну, как ее фамилия? Ну, давай вспоминать. Ты забыла? Меня тогда мне было три года, я не помню. В основном мы стали с Симоновичем. Журавль был такой. Из-за журавля я сразу получил ващенную зарплату. Он на каких-то соревнованиях отличился. Танял третье место. У меня сразу раз, подняли зарплату. С 96 до 105. Ну, вот я получал уже. Его надо было группу не 15 человек держать, а 10. Ну, давай дальше. Кого ты еще помнишь из первых учеников? Ну, тот же дед Ленка пришел. А как этого парня? Это было же их фамилии. Много было. Волков. Волков был такой химик стал. Доктор одного. А Саша твой Володарский тоже в первом наборе? Нет, 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 в втором. Он чуть-чуть позже. Он же 54-го. Ну, давай дальше. Следующий набор. Он же 54-55. Это из этого набора. А Гершон откуда пришел? Нет? Это не твойный? Гершон пришел. С 166-й школы. А ты Лидия Дмитриевна? Нет. Нет? Лидия Дмитриевна уже была у вас в интернат. А, она уже ушла в интернат? Ее уже не было. Она уже на шоколадке никогда не показывалась. Ну. Лидия Гершон. Потом был этот мальчик, который сейчас в Америке. Как ее фамилию? Что она стреляет? Ну, так кто в Америке? Это наши в городе. Ну, давай. Кто стреляет? Пап, диктофон работает. Давай, да. Ну, я не знаю, кто еще там. Ну, давай, вообще. В кучу всех своих учеников. Танечка Колчанова. Вот. Попалась. Ну, я не Шаранда. А, не Шаранда. Не, не Шаранда. Как я тут звал? Ну, смотри. Да, Танкая, Танкая. Не забыл, как ее фамилию. Только еще снова забыл. Угу. Папочка Бондарева, наверное. Шаркова, да. Только она была не Шаркова. Она была Бондарева. Вот. Бондарева она была. Оно работает? Не знаю. Работает. Работает. Скажи мне, пожалуйста, какие ты помнишь? А, еще была эта подруга же ее была Бондарева. Ну, я тебе говорю, в 3 года я не помню. Наташа, 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 как ее звали? Я уже не помню. Это нам Таня расскажет. Она нам позволит рассказать. Это самые большие, самые высокие результаты твоих учеников. Чемпион? На тренерской работе? Нет. Вот ты был тренером, а твои ученики чего не достигли? Я их всегда сдавал, куда угодно. Вот, например, Березовский стал чемпионом вооруженных сил. Так. Вот. Авдиенко был чемпионом Укрсовета и ЦС и Спартака. Юра Гильман тоже выиграл ЦС и Спартака. Боря Байтман и Гиллер были чемпионами ДСО трудовых резервов. А теперь такая девочка, как Лубман, Лубман, да? Лубман. Ну, была Лубман. Нет, не Лубман ее фамилию. Это... Лейбман была. Лейбман, Лейбман. Она вдруг, не стоя на месте, стала призером Укрсовета Динамо. Вот. Ну, а после соревнований она сказала, больше они будут туда ходить в этом мире. Динамо. Мы всегда его не любили. Два человека было в Динамо всего. Два человека было в Динамо. Это Таня Колчанова. Она потом не пошла в Динамо. Скажи мне, а когда они у тебя были, вот, школьниками в США? А школьниками, нет. В США они были только в ДСШ. У нас было одно соревнование, единственное, надо было выиграть Спартакеаду школьников среди... А про Эллу ты ничего не говоришь, когда она стала чемпионкой Спартакеады школьников Украины, да, чемпионкой Украины. Это я вообще... Это уже потом. Я спела... Не, нормально, да? Это вы с лыжком, да, да. Да, конечно, конечно. Я в списке у чемпиона вообще нигде не фигурирую. Это так, лирическое отступление, да. Это, в общем-то. А ты выиграл ЦС Буревестника? И ЦС Буревестника в команде, да? Да. Да, в Тбилиси. Но это не считается, это фигня, это вообще встает. То, что Тбилиси, то все. Да. Ага, конечно. Замуж меня чуть не отдал после этого ЦСа на сборе, это нормально. Прямо там надо было отдавать сразу. Так, скажи... До сих пор мы жили в Грузии. Давай теперь такое лирическое отступление. Кого ты еще помнишь из учеников? Уже молодых, зеленых? Стейжар помню очень хорошо. Вот она без никаких денег, Лена Петровская, без никаких денег, Витя Божий, без никаких денег поступали в мединститут. Таня Голуб. Танечка Голуб. Не, она четыре раза поступала в университет. Ну, не правда? Она поступила в мединститут, стала врачом. Но четыре раза в университет ее не взяли. Ну, до самого дня. А Лариску не взяли в Киеве. А Лариска не хотела в Киеве. Она в Одессу поступала, там не взяли. Так она в Киеве закончила. Она не хотела никуда. Она в Одессу хотела. Ну, так она же хотела не из института, не в Одессу. Нет, в университете она хотела. Давай, про Ларису не будем, это я знаю. А чего вы не приняли, как она сюда приехала? Да, конечно. В Киеве, в Киеве. Ну, так она... Не, она селедка хорошая была. Селедка была хорошая. Скажи мне, пожалуйста... Я не помню. Ладно. Учеников своих ты помнишь? Немножко. Ты их всех знаешь, ты их всех любишь. Они тебя тоже помнят. С кем бы, вот если тебе сказали завтрак, тебе откроется дверь и придут. Кого бы ты больше всего хотел бы увидеть? Больше всего кого? Да. Всех? Всех. Отличный ответ. Подвал свой хочешь увидеть? Ну, я был в 2005 году. Ну, ты знаешь, что там уже нет? Там каратисты какие-то. То есть, ты уже видел, они уже были каратисты. Там были каратисты. Они при мне еще были там каратисты. А, да? Там при мне вызывали скорую помощь. Кого-то ударили ребром, он такой по горлу. Ай-яй-яй-яй-яй. Окей. Понятно. Ну, а вот здесь вот в Израиле ты продолжал заниматься пахтованием, тренерской работой. Расскажи про этот период. Ну, я не помню ни одного фамилии не помню. Вот эти вот ребята вот стоят, у меня фамилии не знаю. Подпоминания я еще могу вспомнить кого-то. Ну, вот этого ты сделал чемпионом Удиного сына. Он у тебя же выиграл чемпионат Израиля. Да. Я тоже не знаю, как его зовут. Да он же стал чемпионом Израиля. Из детей было восемь таких, которые выиграли первенство Израиля. Своих возрастных. Восемь мальчиков. Понятно. Девочек не было хороших. А вот это все медали, это все уже здесь получено? Это получены медали, которые дети здесь получали. Окей. Ясно. Ясно. Скажи мне, если бы ты хотел, вот сейчас тебе предложили пойти работать тренером, ты пошел бы работать? Чего? А у меня скорость нет. Ну, в тренерской работе у тебя же не участвовать на соревнованиях. А если у меня колет ребенок, я должен мне поставить защиту, а я не успеваю. Ну, ладно. А брак делать я не умею. Это уже некорректный вопрос. Некорректный вопрос. Ну, давай на прощание корректный вопрос. У нас 26 минут, еще можно 4 минуты. Куда 26 минуты? Ну, давай. Ну, конкретно, какой-то вопрос такой красивый. Да, заключи из этого. Еще на памятнике, чтобы меня нарисовали, я знаю. Нет, еще на памятнике. А здесь не рисуют. До 120 лет. Вот так, ты хочешь 2 рапира? Хорошо. До 120 лет здесь уже разрешат и рисовать добавить. До 120 лет, да. Разрешат и здесь рисовать что хочешь. Раскальную живопись. Я хочу, чтобы вы пожелали своим ученикам. Ученикам с кем вы работали. Которые тебя помнят, которые любят. Всех, кто раскомнят. Оставить фехтование и заниматься делом. А делом тоже делом. Потому что сейчас фехтование очень некрасивое. Мне оно не нравится. Я смотрю по телевизору. Смотрю здесь турниры. Оно незрительное. Оно незрелищное. Оно никакое стало. Кто быстрее уколит, кто быстрее ударит. А красоты нет. Нет фехтовальной красоты. Никакой. А ребятам что делать? Беречь здоровье и заниматься чем угодно. Но только не посвящать свою жизнь фехтованию. Фехтованию. Фехтованию нет. Можно посвящать. Спортом заниматься всю жизнь. Но только не участвовать в этих некрасивых поединках. В спорте высоких достижений. Просто это некрасиво. Заниматься красивыми видами спорта. Как бокс. Нет, не бокс. Заниматься спортом для своего удовольствия. Чтобы это приносило удовольствие. Да. А не на результат, который выкладываешься полностью, а потом не знаешь, что с этим делать. Спасибо, Глебович. Спасибо. А зачем мне эта информация? Сейчас.